Какую поштую на вину вы читали и про что она была? Никакую. Вы не читаете на вину? Нет, не читаю. А чем вы? Я счастливый человек. Беларусь получила больше миллиарда долларов от Китая. Как вы ставите себя догадываю на вину? Ну для Беларуси, с одной стороны, это неплохо. На какой-то промежуток времени мы сможем еще прожить. Бакс подскочил, бакс упал. Как бы, блин, больше ничего не интересует, так-то. Про тунеядцев в Беларуси. Мы три дня уже в Минске, ни в интернете, к сожалению, у вас не работает Wi-Fi практически нигде. Поэтому мы не отслеживаем. Да, почему-то вот такая вот дискриминация. Три дня не можем нигде ни в одном ресторане найти Wi-Fi. Пошли на ночь стала про ставку рефинансирования в банках. Она изменилась и стала 25%. 1997 год был очень низким порождаемостью, и в этом году будет довольно-таки легко поступить в маневер. Проигрыш сборной Беларуси по хоккею. С разгромным счетом 7-0. 70 лет победы над Германией фашистской. Вот самая такая значимая новость. Иначе бы нас не было в живых всех, рабами были бы. Вот это вот. А остальное какие новости. Все нормально. Я читал про войну, всякую аналитику. Но, честно говоря, меня уже вот это вот здесь вот все сидит. Я не хочу это все обсуждать. Да потому что надоело уже. Я читал на громадском ТВ про беженцев. Про итальянца Антонио, сдается. Який приехал из Италии в Брестской области, купил один колхоз. Який стал вельми-вельми перспективным. Были подборки про, ну ведаете зараз, про копение посадили, про, как это называется, инвестиции в Беларуси, как это выгодно тебе, невыгодно робить. И еще были техничные ссылки. В Монако крестили двух принц, принцессу и принца. Очень интересно было. Потом, что еще, последние избрали президента практически уже, нового в Польше. Что мы еще, как приезжала Меркель в Россию, в Москву, 9 мая, вот. Как самолет в Испании упал. Когда, как в Севилье упал самолет. То, что кирдык нашей экономики, вот что я читал, вот все, все. А что там именно это было, с чем связали? С чем, с чем. С политикой наших любимых президентов.